В нашей мирной стране совершались политические убийства. Все говорить нельзя, а в таком эфире заставлял читать по одному детскому стишку. Лукашенко окружен. Сбодриться, холодные души, отжимать. С Беларусью надо решать. Об актуальных событиях Беларуси и плане победы поговорим с бывшим бизнесменом, политическим активистом, оппозиционером с недавних пор и главой Управления безопасности и коммуникации, также отвечающим за связи с Минобороны и МВД Народного антикризисного управления Вадимом Прокопьевым. Добрый день. Здравствуйте, Степан. Очень рад вас видеть живьем, целым и невредимым. Взаимно. Надеюсь, так будет сохраняться и до того момента, как мы все вместе вернемся в Беларусь. Первый вопрос. Как оцениваете актуальную ситуацию в Беларуси, где нужно дожать, что делать сейчас с Беларусом? Я считаю, что сейчас, несмотря на изменившуюся погоду, сезон и, в общем, накопившуюся усталость с обеих сторон, продолжается операция, по меткому выражению Владимира Цеслера, дожимки. Я точно так же считаю, что очень важно проговаривать какие-то смыслы сейчас и мотивировать людей. Я всерьез считаю, что победа достижима. Она очень недалеко и не за горами. Не объясню, почему. Нас очень много. Это раз. Мы значительно умнее, изобретательнее и креативнее, чем люди, которые окружают Лукашенко. Это два. Три. Мы мотивированы значительно сильнее, чем его окружение. Это три. Четыре. У нас нет оружия, у них есть оружие, но они не готовы его применять. И если они готовы его применять при каких-то обстоятельствах, то на нашей стороне включается другой ресурс. И этот ресурс называется «Большое количество очень злых мужчин». Иногда со специальными навыками. Эта фаза будет проигрышной для режима, потому что партизанскую войну при таком количестве, при таком соотношении сторон выиграть у них не получится. Я надеюсь, что она не начнется. Я надеюсь, что мы обойдемся действительно мирным давлением. И объясню, почему это возможно. Лукашенко окружен с трех сторон. С запада, с севера и с юга. Очень недалеко то время, когда для него закроется и четвертая сторона. Почему четвертая сторона закроется и почему это возможно, чтобы меня не считали каким-то наивным мечтателем. Путинская внешняя политика меняется. Он не будет строить Советский Союз 2.0. И продолжать эту доктрину русского мира. По очень многим причинам. Об этом высказались политические аналитики. Причины там разные. От возраста до победы Байдена. До изменившейся внешнеполитической конъюнктуры. Южный Кавказ диктует ему, что с Беларусью надо решать. Лукашенко Политический шулер Кидальщик Оппортунист Который не устраивает Путина И раньше считалось, что у Путина есть время посмотреть, допустим, справится Лукашенко с протестом или не справится. Не справится, будем строить свои ходы в новой белорусской политической системе. Справится, поживем с Лукашенко. Но в действительности Путин стремительно теряет оставшиеся симпатии белорусского народа. И, конечно же, он понимает, что никакого военного вторжения рассматривать через нельзя. Потому что партизанская белорусская нация, она не простит никогда и русские в белорусы стрелять не будет. Поэтому Путин очень хочется решить белорусскую проблему. При этом он не готов пойти на вариант, когда улица сносит диктатора. Ему легче договориться с какими-то элитами. И, скорее всего, это произойдет. И для Лукашенко закроется четвертая сторона, которая называется Восток. Его политическое шулерство известно, но раздражает. Какое-то время она устраивала Кремль. И теперь вдруг перестанет устраивать. Таким образом, наш план победы очень простой. Окружить его со всех сторон. Ни в коем случае не раздробиться. И сохранять консолидацию и единство. И сохранять, что очень важно, давление. Давление, давление. Давление изнутри. Тысяча маленьких точек давления. Разной степени давления. Так называемая теория ГИС. И мощное давление снаружи. Снаружи можно подготовить великолепные и мощные ходы. И это уже делается. Лукашенко в этот момент будет играть в покер. Чем он сейчас и занимается. Такой покер лжеца. Он будет демонстрировать, что он по-прежнему управляет страной. Для чего это делается, всем нам понятно. Он будет перекладывать важные бумажки. Будет говорить про отсутствие демократии и выборов в США. Он будет учить жизни Зеленского. Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился. Вот недавно там кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Он будет носить галстук, будет причесываться по утрам и будет работать на камеру. Ровно до того момента, пока он не снимет трубку телефона и скажет «Зина, принесите чаю», а там тишина. Это все знаменитые понты. Если у Лукашенко и есть какие-то таланты, то это как раз вот этот инстинкт выживания. Может быть, он еще на аккордеоне играет, я не знаю, я видел какие-то кадры с прошлого века. Ну вот, в общем-то, в этом талант его и единственный. Значит, чего на стороне Лукашенко никогда не будет? На его стороне никогда не будет интеллектуальных сил и потенциалов. У этой власти, как говорил Солженицын в свое время, противодар. Противодар – притягивать к себе ничтожество и держаться за них. Поэтому на нашей стороне невероятная изобретательность, креативность, солидарность соседних стран. Осталось только получить ее от России. И мы совершенно спокойно приходим к победе. Надеюсь, не вступая в фазу гражданской войны. В сознании таких людей, как Лукашенко, в этом заскорузлом, советском сознании, и очень часто других людей вокруг него, звучит одна и та же формула. Отсюда все эти кукловоды. Ничто просто так в мире не происходит. Я помню очень отчетливо, когда два разгильдяя шведских активистов-рекламщика сели в одномоторный самолет и разбросали плюшевых мишек на окраинах Минска. Лукашенко спрашивал, кто за ними стоит, какой ЦРУ. То есть в его заскорузлом, вот этом параноидальном мозгу, не укладывается мысль, что люди могут поступать свободно, рисковать всем и вообще проявлять, не знаю, смелость и благородство не потому, что им кто-то платит и не потому, что за ними кто-то стоит, а потому что так устройство их души. Ну, потому что они веселые разгильдяи, у них есть позиция. С нами весь цивилизованный мир и у России кончается терпение. Это означает, что он окружен. Второе, почему мы выигрываем. В его команде нет умных людей, правит некомпетентность и страх. Третье, почему мы выигрываем. Поддерживать такую диктатуру на штыках чрезвычайно дорого. Очень дорого. Никаких кредитных ресурсов, никаких займов он не получит. А Россию он кидает в очередной раз. Он получил 500 миллионов, должен был откатить обратно 400, откатил 200, по моему разведданным, и то мухлевал с назначением платежа. Пятое, почему мы выигрываем. У нас огромное количество творческих, нестандартно мыслящих людей, которые оказывают на него давление, о котором мы с вами даже не догадываемся. То есть я выстраиваю собственную тактику давления. Наверняка вы выстраиваете собственную, за что я вам жму руку. Но миллионы белорусов занимаются тем же. Я за последние три месяца несколько раз ловил себя на мысли о том, что как бы было хорошо сделать вот это, и как бы хорошо было здесь. И на завтра я читаю в новостях, и это уже придумано, придумано, придумано. С этой креативной энергией, с этой солидарностью, с этой волей проиграть возможно. И здесь я абсолютно согласен с максимумом концу, только если это очень захотеть. То есть если мы опустим лапки, или, как он нас просит, перевернем страницу, ну тогда мы можем проиграть. В общем, мы не имеем никакого права проиграть. Что делать с усталостью, с фрустрацией, и с такой закрадывающимися сомнениями? Первое. Взбодриться, холодные души, отжимания. Второе. Это нормально, когда погода меняется. Все белорусы это знают. У нас 28 солнечных дней в году. Трудно поддерживать себя в этой форме. Третье. Нужно понимать, что люди на улицах это сотая часть протестующих. Сотая часть протестующих. Это очень важно понимать. Четвертое. Мы боремся не только за себя, за свою свободу. Фактически, мы, так уж получилось, несем ответственность за большую часть постсоветского пространства. Если у нас получается, то цивилизацией становится большое количество территорий, огромное количество людей получают свободу. Просто последовательность событий такая. И следующее, почему мы не можем проиграть. Потому что в действительности у Лукашенко нет никакого больше выбора в случае, если мы лапки поднимаем, как закручивать гайки и делать знаменитый колхозный концлагерь. То есть, если мы не побеждаем, то мы получаем колхозное рабство. то люди сядут в тюрьму надолго. Если мы не побеждаем, мы не освобождаем наших товарищей и соратников, которые сидят за решеткой сейчас. Если мы не побеждаем, их предаем. И опять же, кому-то повезет уехать, а кто-то останется в этом колхозном рабстве навсегда, и это будет настоящий концлагерь. Поэтому у нас нет никакого выбора, как взбодриться, пересчитаться, оглядеться, поддержать друг друга и победить. План победы очень простой. Давление изнутри и снаружи, окружение, и каждый день меньше и меньше и меньше у него пространства для маневра. Каждый день у него все меньше и меньше денег, каждый день его понты, открытие метро, подписи каких-то бумажек, выступления по телевизору, они больше уже никого, никого не собьют в толку. Это важно понимать. Есть такой анекдот про адвоката, у которого не очень хорошо были дела. Я иногда Лукашенко напоминаю герой анекдота. Адвокат, у него не очень были хорошо дела, он сидит в пустом офисе, абсолютно нет клиентов, у него долги, от него ушла жена, и он молчаливо смотрит на телефон на своем столе, никто не звонит. Вдруг он слышит шаги по коридору, шаги приближаются, он принимает рабочую позу, снимает трубку телефона, говорит, да, да, нет, не знаю, мы очень перегружены контрактами, нет, я не знаю, приглашает человека садиться за стол и продолжает изображать из себя очень занятого человека. но может быть на следующей неделе, не знаю, не знаю, не знаю, за это мы не возьмем, с ним очень дорогая фирма. Он кладет трубку телефона, поправляет галстук, обращается к этому человеку, там сидит несчастный человек, говорит, извините, я не хотел вас беспокоить, я просто пришел сказать, что мы телефон отключили вчера за неуплату. Лукашенко мне напоминает герой этого анекдота. Он прекрасный понторез, у него развито политическое чутье, поэтому он будет играть в этот покер. Но слава Богу, мы уже не дети, слава Богу, мы уже рассмотрели в этом. Не всегда можно продемонстрировать хладнокровие и собранность. Они, кстати, это знают. Так вот, три вопроса простых. Давайте будущих студентов научим просто. Ну, или во всяком случае, может быть, они воспользуются. Первый вопрос, который следует задать. В нашей мирной стране совершались политические убийства? Просто да или нет? Я знаю, что Качанова и Казакевич и все остальные, они бы хотели не все так однозначно. Да, понимаете, это же не доказано. Все, что нужно спросить, да или нет? Вторым вопросом я бы спросил, вы согласны с тем, что если бы не его посиневшие пальцы, то люди остались бы живы, было бы намного меньше горя, страданий, разоренных бизнесов, сирот и лучших людей, которые уехали из страны. просто да или нет? Согласны или не согласны? И третий вопрос. Понимаете ли вы, мадам Качанова или вы, месье Казакевич, что вы являетесь соучастниками преступного сообщества вместе с Ермошиной, Караевым, Балабой и белорусским телевидением? Просто да или нет? Я бы себе представлял такую картинку, что после этих вопросов, если они отвечают да на все эти вот на эти три вопроса, ну тогда садитесь и давайте поговорим. Но если вы не отвечаете да на эти вопросы, то всем в общем студентам, академикам, рабочим и всем, кому будет применяться такая подлая сволочная технология, я предложу встать и выйти. И это единственное, что может себе позволить приличный человек в такой ситуации. Проведем некоторую инвентаризацию соотношений и сил сторон. Вы можете меня, Степан, назвать друзей Лукашенко? По моим представлениям друзей у него нет. У него есть собутыльники, Тетерин, Захаров, вот, они проводят время вместе. Шакутин иногда бывал в этой компании. Там есть девочки. Этих девочек бесконечно жалко, потому что они вынуждены смеяться на очень несмешные шутки. Там есть вино тосканское, что он понимает вене. Боюсь, что для того, чтобы оценить такое божественное вино, как сосекая, нужно все-таки быть другим человеком, а вкуса у него нет. Книг он не читает. Что он там смотрел, ничего он не смотрел. В общем, мы имеем дело с очень ограниченным человеком интеллектуально. И вкуса у него действительно нет. Ну вот, что там еще происходит на этих посиделках? Включает музычку. В основном российская попса. Можете себе представить человека в этом окружении, который рассуждает о проблемах геополитики. Вот под эту музычку с этими людьми. Справедливости ради, нужно сказать, что у него был один дружила Уга Чавес. Вот там было очень видно, что это действительно личные отношения. мы напоминаем кто такой Уга Чавес для молодежи, наверное. Это такой краснорубашечник, антиамериканист, который в общем довел процветающую, очень богатую, очень такую тоже талантливую страну до ручки. Туалетная бумага по талонам. Хунта твоей власти. вот такой у нас друг был. Ну, у него, похоже, были действительно личные отношения с ним, да, они созванивались, были очень какие-то теплые. Он хотя бы с ним мог посоветоваться. Представьте, давай представим, давайте представим себе, а вдруг это какие-нибудь арабские страны, потому что все-таки там у нас личные денежки, там у нас фонды, и там у нас какая-то дорожка. Могут ли там Лукашенко считать за равного? Я очень сомневаюсь, потому что в общем, арабские шейхи и правители тех стран Персидского залива, они, конечно, склонны к авторитарным ходам, к авторитарным шагам, но при этом все-таки они отучили в западных университетах. Лукашенко, кроме высшей партийной школы, ничего не знает. Дальше Владимир Путин. Могут ли они разговаривать на равных? Ну, Лукашенко, конечно, себя чувствует матерым уголовником, которому есть чему научить, но в действительности диалога там не будет. То есть он лишен друзей. Если возле Лукашенко какая-то умная женщина, не одной, может быть, сын ему подсказывает, может быть, сын у нас каким-то образом увидел что-нибудь вокруг и раскрывает ему глаза. Да нет, он сыновей своих боится-то по большому счету, старших. А младший не сильно много чего видел в жизни. За границу он не видел, только в составах делегаций, жизни он не нюхал. Поэтому, в общем, он находится в таком вакууме. Интеллектуальной подпитки там нет. Интересных ходов они придумать не могут. А мы можем. Потому что мы под давлением очень креативная нация. Поэтому в этом смысле ему конец. Да, соотношение сторон очень плохое. Потом посмотрим на его, допустим, отличников. Да. что нам видно, всего я не могу сказать. вот 38-я бригада, например, 3-й батальон. Получили жирные премии под подписку, а не разглашение. Командует майор Денисенко Иван Вадимович, сын знаменитого генерала Денисенко. Это он организовал и они сняли ролик с днем рождения Александра Лукашенко. Иван Вадимович закончил тоже Суворовское училище, что и я. Что, конечно, теперь да, теперь я уже не знаю, как с этим быть. Но не поступил в Академию. В Академию он поступил со второго раза и учился там только благодаря отцу. То есть у нас во времена моей службы это тоже было такое, да, это называется блатной такое. Обычно у подчиненных такие командиры не имеют уважения. И в Академии тоже. Что у нас еще? 10 августа не хватало дубинок у нас в 5-й бригаде Мариной горки, что выдавали арматуру обернутую революционной лентой. Посмотрим на господина Балабу. Откуда он взлетел? Как так получилось? Ну, напоминаю зрителям, что Алмаз в свое время избил кандидата в президенты Никляева МВД, а в ночь с 19-го на 20-е 2010-го года именно полковник, будущий полковник Балаба и похитил его из больницы. Что мы знаем про Барсукова? Много чего знаем про Барсукова, всего говорить нельзя в таком эфире, но любопытный факт, говоря про деградацию в общем-то в рядах МВД. Барсуков известен тем, что он не в состоянии был написать ни одного рапорта, ни одного грамотного письма, но он всегда просил помощь. И был такой генерал Сергей, так и звали, он придумал такой эксцентричный ход, он Барсукова вместо утреннего рапорта заставлял читать по одному детскому стишку в день, просто чтобы тренировать его. Это просто мы говорим про то, про потенциал команды на той стороне, кто против нас играет. Любимая пословица Барсукова, тоже жемчужина мудрости, любишь командовать, люби и подчиняться. Ну, что мы имеем? Мы имеем 10% отчаянных садистов. Это очень тяжелый случай. Мы имеем 20% черных если их называть черными, то 20% мы имеем серых. Это люди, которые были свидетелями преступления, но не вмешались. Это люди, которые для образности представим, присутствовали при групповом изнасиловании, сами не принимали участие, но не остановили своих товарищей. мы имеем большое количество, 69%, например, да, можно так представить себя, белых людей в органах, которым все это отвратительно не нравится. И мы имеем не больше 1% людей совершенно золотых. Итак, черные, серые, белые и совершенно золотые. Кого можно донесем золотым? Ну, разумеется, тех людей, которые первые вышли из строя и проявили невероятную смелость. Да, кто это у нас? Это у нас подполковник из Лиды. Все его помнят. Это действительно золотой человек. Его зовут Юрий Махнач из Лиды. Мы имеем свидетельства, что слушатель командно-штабного факультета военной академии РБ лишен крапового берета и отчислен из академии за то, что выступил перед своими сослуживцами 32-14 знаменитой части и выразил несогласие с действиями военнослужащих. Вот приблизительно то, что творится в том лагере. Кстати, я знаю, что ваш канал обязательно смотрит Наташа Эйсмант. Да. Я думаю, что она поклонится и имеет такое извращенное удовольствие листать вас до красных глаз ночами. поскольку она смотрит, да, можем сделать Лукашенко такое предложение через нее. Наташа Эйсмант, если вы меня сейчас смотрите, вы моему хозяину можете предложить сделку. Он струсил выйти на боксерский ринг, струсил выйти в боксерский ринг. вот сейчас у него есть возможность спасти свое достоинство. Предлагаю обмен. Вы меня забираете в заложники, а политических заключенных освобождаете. Чего мы достигли за последние три месяца, если так сделать, инвентаризацию достижения, да? Ну, первое, мы доказали себе в первую очередь и во вторую всему миру, что мы не задроты, что мы не рабы и мы не терпилы. Второе, мы научились объединяться, мы научились не бояться высказываться. Это грандиозное достижение. Мы научились здороваться в лифтах, мы научились доверять друг другу, мы наконец-то поняли, что у нас огромное количество, потому что, видите ли, еще несколько лет назад я подозревал, что мои убеждения разделяет не больше четверти общества. теперь мы точно доказали, что у нас миллионы, миллионы людей, которые хотят жить в свободной стране. Дальше начинаются разные сценарии, и у всех будут свои кандидаты, но мы точно хотим одного и того же. Прямо 80% общества, это невероятное достижение. дальше мы сформировались как нации и вернули старый стильный флаг. Ну, про флаг уже все 50 раз сказали, когда появился красно-зеленый и откуда БЧБ, и все уже историки высказались, уже не будем на этом останавливаться, все понятно с нашим флагом, да, во-первых, он красив, по сравнению с предыдущим, во-вторых, он действительно объединяет, и белорусы им уже запомнились, уже этого не сотрешь. Это большое достижение, это кажется символическим, но это большое достижение. Я свою войну прекращать не собираюсь никогда, даже если наш ушлепок сбежит в третью страну, отрастит себе бороду, то однажды, однажды он будет прогуливаться шаркая в сторону моря со своим преданным охранником, как ему кажется. Я хотел бы быть тем человеком, который отложит газетку за летним столиком в кафе и пойдет за ним следом, насвистывая мелодию «Грай». И знаете, кто сделает ему контрольный выстрел в голову нашему беглецу? Тут охранник, который вместе с ним. Он его и прикончит. А почему он его прикончит? Потому что его тетя прошла окрестина, а там был такой гнойный садист Шапитько. И он не дал ей воды, чтобы смыть за собой и лишил ее матраса. Вот это будет достойный конец нашего пациента. Спасибо большое за столь обстоятельное интервью. Очень приятно было пообщаться. Спасибо, Степан, за то, что вы делаете. Я восхищен. Ну а чтобы больше людей увидело этот ролик и услышало эти мысли, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры